привет привет мои друзья ну как вы там поживаете с вашими суставами как обычно с вами клачихин виталий и я рассказываю об эндопротезирование и о том как я сам себя восстановил и реабилитировал конечно при помощи чудо докторов нашей науки сегодня я хочу рассказать о такой теме как эндопротезирование что же это какие сейчас новые веяния в теме эндопротезирования и каким способом лучше делать ваш сустав во первых мы живем все в 21 веке и сейчас делать эндопротезирование старыми способами но мне кажется это странно ты 2024 год уже на дворе и что такие вещи как эндопротезирование стоят на месте но я в это просто не могу поверить сейчас столько новых технологий новых веений о чем говорит только робот вы все знаете наверное про робота который делает операции помогает правильно поставить ваш сустав внутри вашего организма почитайте все посмотрите видеоролики про робота да сейчас технологии время и это дорого я с вами согласен но если вы хотите себя грамотно восстановить и продолжать свою жизнь полноценно но наверное стоит задуматься и может быть даже потратить какие-то деньги на это на самом деле я в этом не вижу ничего плохого есть множество людей которые зарабатывают хорошие деньги и откладывают их копят и так далее но что может быть важнее вашего здоровья подумайте об этом так вот ладно о чем я значит есть робот это новая технология которая правильно функционально ставит ваш сустав в гнездо вашего таза это очень круто я считаю мы в 2024 году мы сто процентов должны об этом знать поизучайте это первое что я бы сегодня хотел вам рассказать робот второе хирурги но тут вообще на самом деле ситуация интересная минздрав россии пишет о том что все операции по эндопротезирование должны быть выполнены боковым доступом ну господи ну почему но зачем нас так мучить вот я например мне сделали операцию передним доступом я восстановился за 7-10 дней я полностью оставил костыли у меня есть видео как я их выбрасываю я полностью себя восстановил реабилитировал но почему минздрав наш все-таки хочет чтобы мы делали операции боковым доступом я объясню почему во первых множество врачей которые всю жизнь на протяжении всей своей жизни делали операции они привыкли к этому доступу и им это доступ быстрее им это доступ лучше а так как в последнее особенно время проблем с эндопротезированием стало больше ну что нужно сделать поставить на поток и быстро выпустить человека да это круто и вы большие молодцы спасибо вам хирурги но подумайте о том чтобы переучиться переучиться например на задний боковой доступ вообще классная штука задним доступом реабилитации быстрее задним доступом порез меньше задним доступом восстановление происходит за месяц представляете за месяц при боковом доступе это пять месяцев четыре месяца выходите сначала с костылями с двумя потом с тростью но согласитесь это хуже а есть передний доступ это вообще какая-то мана небесная в эндопротезирование не так много врачей там буквально 56 врачей в москве кто может вас так прооперировать но это восстановление за 7-10 дней и так второе о чем я сегодня хочу сказать это три доступа первый тысячу лет выполняется и он называется боковой с диким разрезом по всей мышце второй это задний доступ вот такой разрез задний доступ позволяет быстрее реабилитироваться и стоит примерно так же как и боковой доступ и передний доступ который на сегодняшний день реально самый дорогой не так много врачей выполняет но 10 дней и вы снова в колее работы и жизни так вот второе чем я хочу рассказать это о доступа первое робот второе доступ и третье вы поймите что на сегодняшний день реабилитация по эндопротезирование стала но какой-то просто великой есть множество тренажеров множество новых грамотных упражнений для вас которые вам быстро помогут восстановить ваши суставы я сейчас хожу в такие инновационные центры которые меня восстановили но гораздо быстрее да не сделали передним доступом и да через десять дней я уже вообще чувствовал себя хорошо но я хромал представьте я пришел в один реабилитационный центр заплатил ну я не знаю порядка 100 тысяч рублей меня поставили на ноги убрали хромоту грамотными умными упражнениями я готов кстати с вами ими поделиться если вы напишите мне в комментариях что вам они нужны я обязательно вам их сброшу поэтому пишите в комментариях также у меня есть телеграм-канал шапки профиля вы можете туда написать виталий добрый день я с твоего канала я твой подписчик во первых мне будет но очень приятно а во вторых вы получите хорошее упражнение возможно я это сделаю не бесплатно мы не серчайте но я заплатил за эту кучу денег но возможно если вы мне скажете что у вас ну реально серьезный процесс восстановительный я сделаю это абсолютно бесплатно потому что ну я не бедный человек и я очень хочу своим блогом помогать людям для меня это наверное одна из важных составляющих того почему я вам все это рассказывал и так ладно это все теория есть три новые причины почему с эндопротезирование стоит сделать первое сейчас есть робот второе вы можете это сделать задним передним и боковым доступом и третье грамотные хорошие реабилитационные упражнения с вами был клочихин виталий подписывайся на мой канал хорошего тебе дня здоровья суставов пока пока